Около 60% забронированных россиянами туристических путевок на лето приходится на Турцию. Далее следует по популярности Абхазия. Сохранил позиции и Египет. Он даже немного подрос в доле до 6%, сообщают федеральные эксперты. В предпочтениях самарцев лидируют Турция, Арабские Эмираты и Египет. Но большинство отдыхающих интересуются российскими направлениями. У жителей Самары популярны Санкт-Петербург, Калининград, Минводы. В основном из-за того, что есть прямые перелеты. Пока цены немного снизились, но представители туриндустрии прогнозируют рост стоимости летних путевок. По России спрос увеличился. Это очень радует, потому как для нас, турагентов, меньше забот, меньше хлопот, курс не меняется, более-менее стабильные вылеты и всегда можно с отелем пообщаться. Легче это. Ранее бронирование просело. Это 100% просело по предыдущим годам, поскольку у нас в это время уже намного было больше броней. Люди пока ждут, туристы ожидают, вдруг будет какое-то снижение. Пока немножко наметилось снижение, но это пока стадия принятия нового сезона. Далее цена увеличится. Прогнозируют на 30% авиаперевозка и на 15% увеличатся отели по стоимости. В то же время для отдыхающих создаются новые условия. На российских курортах значительно улучшается качество услуг. Например, взять Анапу. Кто очень любит Турцию, все включено, анимацию. Пожалуйста, в Анапе очень появилось много новых отелей, которые соответствуют пятизвездам. Ну и цена, конечно, пятизвездочной Турции. На регулярных рейсах доступны туры в ближние зарубежья. Самарцы летают в Армению, Грузию, Азербайджан. Средняя цена недельного отдыха составит от 50 до 80 тысяч рублей на человека. Новая забота у турагентов – внимательно проверять зарубежные паспорта. В прошлом году вступили в силу поправки регулирующие порядок выезда-въезда в Россию. Согласно изменениям устанавливается определенный шрифт, единообразное написание цифр в паспорте и другие правила. Раньше мы не проверяли нижнюю строчку в паспортах заграничных. Теперь нам нужно проверять шрифт, чтобы соответствовал. Единичка была в определенной форме. Единичка и семерка. Нижние данные также, чтобы соответствовали фамилии. Часто бывают ошибки в пол мужской-женский, и внизу прописывается латинская буква, не та, которая нужна. Да, участились такие случаи. И более того, сейчас путаница появляется с написанием городов, которые поменяли свое название, или которых вообще нет. Это все надо сверять, уточнять. С 1 марта изменились и правила выезда за границу для детей до 14 лет. Чтобы их выпустили за рубеж, у юных путешественников должна стоять в свидетельстве о рождении отметка о российском гражданстве – специальный красный штамп. Он потребуется при въезде в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Осетию. Получить штамп можно в территориальном подразделении по вопросам миграции по месту жительства. Однако отметка не нужна, если у ребенка есть свой загранпаспорт. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.